Сегодня состоялось открытие нового блочно-модульного здания Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачево-Черкесии. В торжественной церемонии приняли участие начальник Главного управления государственного контроля лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, генерал-полковник Анатолий Маликов и глава Республики Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова продолжит тему. В новом здании и легче работает. Новая мебель, новые компьютеры. Спасибо большое за такое прекрасное помещение. Работа очень важная, потому что это всё-таки оборот гражданского оружия. Людям помогаем, рассказываем, как это всё делать. Роман Чеглов трудится в ведомстве. 14 лет. Служба требует высокой ответственности, мужества, полной самоотдачи и верности долгу и присяги. Деловые качества и профессионализм в выполнении поставленных задач позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности на территории республики. Здание новое, но деятельность центра лицензионна. Разрешительная работа управления Росгвардии Покорчаево-Черкесия уже давно налажено. Подразделение ведёт свою историю с 1969 года. Тогда был образован четвёртый отдел, и он относился к управлению административной службы милиции. Поздравить с новосельем сотрудников центра прибыли начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-полковник Анатолий Маликов и глава республики Рашид Тимрезов. Для гостей новосёлы провели экскурсию. Рассказали о том, что для посетителей созданы комфортные условия. Центр оборудован современными терминалами электронной очереди, окнами приёма граждан и специальными помещениями для охранения личных дел владельцев оружия и сотрудников частных охранных предприятий. Все рабочие места имеют доступ к системам централизованного учёта оружия. Есть сотрудники, которые осуществляют приём граждан. Здесь у нас помещение серверное находится. Осмотрев здание, направились в управление Росгвардии. Здесь состоялась официальная часть мероприятия. К руководящему составу обратился Анатолий Маликов. Он поздравил всех с важным событием, отметив, что новоселье – это всегда приятно. И сказав о том, что решение о строительстве новых блочно-модульных зданий Центра лицензионно-разрешительной работы было принято директором Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Виктором Золотовым. Я считаю, не понаслышке знает, что это такое. Наши подразделения, как они работают, в каких условиях работают. И как мы окажем услуги, как граждане, скажем, нас оценят. Так будут оценивать всё наше подразделение Росгвардии, в том числе и в Карачаево-Черкесии. Хотел отдельно сказать спасибо главе республики. Не только, кстати, за вот это всё, но и как вы оказываете помощь сейчас, во время проведения специальной операции. Я не повысить это слово. Ваша заслуга то, что ни одна жизнь сохранена. Это от дорогого стоит. Затем командующий округом вручил государственные награды личному составу Росгвардии в соответствии с указом президента России. Товарищ генерал-полковник, полковник Павелиса, для награждения прибыл. Роль сотрудников и военнослужащих ведомства в решении повседневных задач безопасности в регионе неоспорима. Сегодня подразделениями лицензионно-разрешительной работы республики осуществляется контроль за деятельностью 33 юридических лиц. Конечно, комфортные условия работы ещё больше будут способствовать работоспособности каждого сотрудника, было сказано на торжестве. Прозвучали отдельные слова благодарности военнослужащим управления за мужество и доблесть, проявленные в ходе выполнения задач в зоне СВО, где многие из них уже бывали неоднократно, отметил глава республики. Когда человек работает в комфортных условиях, ему хочется и на работу приходить, и оказывать лучшие услуги населению. Всё это, конечно, очень здорово. И я думаю, что мы как поддерживали нашего управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, а между органами исполнительной, муниципальной власти, законодательной власти, так и будем это продолжать делать. Я здесь бываю достаточно часто. Хочу сказать, что многих знаю здесь лично и давно знаю. Коллектив очень слаженный, боевой. Глава региона выразил уверенность, что совместная работа в этом направлении будет продолжена, пожелав всем мира и благополучия. Отдельно поздравил тех, кто получил государственные награды. Альбина Ламкова, Либастана, Вести Карачаево-Черкесия.